Здравствуйте! Это программа «Лицом к лицу» и я, ее ведущая, Христина Стэть. Правительство Украины признает незаконными и недействительными паспорта, которые РФ выдает жителям временно оккупированного Донбасса. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Россия начала выдавать фейковые паспорта РФ для граждан Украины. Это абсолютно незаконно. Мы никогда не признаем никакого гражданства, которое выдает страна-агрессор, заявил премьер. Он уточнил, что эти псевдодокументы будут признаны незаконными при пересечении государственной границы, а также при использовании на территории Украины. Эту тему обсудим с моей гостью. Это кандидат юридических наук, исследовательница международно-правых проблем гражданства Ольга Поединок. Ольга, здравствуйте! Спасибо, что вы пришли. Ну вот, собственно, по поводу заявления премьер-министра Украины, тут все ясно, очевидно. Похожая позиция риторика у действующего президента и у новоизбранного тоже. Какова должна быть реакция Украины, если мы говорим о праве с юридической точки зрения, кроме пока что тех инициатив, которые есть? На самом деле эти инициативы очень здоровые и правильные. Я очень рада, что была озвучена консолидированная позиция правительства, потому что ранее мы слышали противоречивые сигналы одного характера от Министерства иностранных дел. Министерство временно оккупированных территорий говорило несколько другое. Очень хорошо, что есть совместная позиция украинского правительства, которая полностью соответствует нормам международного права и полностью соответствует нормам, которые содержатся в украинской конституции и законе о гражданстве. Я имею в виду принцип единого гражданства, то есть непризнание правовых последствий приобретения иностранного гражданства гражданами Украины. То есть в правовых отношениях такие граждане остаются, в правовых отношениях с Украиной такие граждане остаются исключительно гражданами Украины. А если мы еще посмотрим на это с точки зрения вооруженного конфликта, его наличия на территории Украины, то есть тут полностью мы видим полное соответствие и нормам национального права, и нормам международного права. Да, вот этот момент по поводу оккупированных территорий и вооруженного конфликта, мы тоже коснемся этого момента. Давайте послушаем, что по этому поводу сказал премьер-министр Владимир Гройсман и продолжим. За результатом этого решения. Мы обратимся ко всем странам-партнерам вследствие этого решения, которое приняло украинское правительство, чтобы эти фейковые паспорта, которые выдаются с нарушением любых норм, были признаны недействительными при пересечении границ других стран. Убежден, что МИД проведет эффективную работу для того, чтобы скоординировать наши усилия с нашими международными партнерами. Ну вот по поводу международных партнеров, правильно ли я понимаю, что те страны, которые не признают аннексию Крыма, которые признают оккупацию Донбасса, те страны, соответственно, примут какие-то решения, да, они тоже не будут признавать эти паспорта. Те страны, которые поддерживают позицию Российской Федерации, таким образом очередной раз проявят поддержку позиции Российской Федерации и пренебрежительно отнесутся к этой инициативе нашего правительства. Я думаю, что любое государство, которое уважает международное право и знает его положение, именно так и поступит, то есть не будет признавать такие российские паспорта, выданные украинским гражданам. Конечно, те государства, которые поддерживают политику Российской Федерации, могут для себя сделать исключение, но поскольку Российская Федерация понимает, что иностранные государства не будут признавать, могут не признавать такие паспорта, поэтому она пытается это сделать завуалированно, то есть проходила информация о том, что будет значиться, что эти паспорта выданы в Ростовской области, для того, чтобы было сложнее отследить, как именно получали российское гражданство те или иные индивиды. С точки зрения ничтожности этого указа по поводу Министерства иностранных дел, вы о нем уже вспомнили, там назвали этот указ президента РФ юридически ничтожным, а также заявили, что это решение имеет целью дестабилизацию внутренней политической ситуации в Украине после выборов. Ну, тут, конечно, тяжело не согласиться. По поводу юридической ничтожности. Какое значение? Это просто бумажка или на самом деле какое-то значение, и все-таки имеет этот указ, учитывая, что принимается решение выдавать паспорта тем людям, которые живут на оккупированной территории, международное сообщество в этом не сомневается, что территория оккупирована, и то, о чем вы говорили, на территории, где происходит вооруженный конфликт. Вот в этих условиях этот указ, насколько он юридически чем-то подкреплен, что ли? Я бы рассматривала этот вопрос в трех аспектах. То есть этот указ может считаться порождающим какие-либо правовые последствия только с точки зрения Российской Федерации. То есть понятно, что в российской правовой системе этот указ вполне себе действителен. Он порождает определенные права и обязанности, которые будут связывать Российскую Федерацию и ее новых граждан. С точки зрения Украины, действительно, Украина не признает этот указ в связи с тем, что она имеет на это полное право. Потому что если мы обратимся к тексту Европейской конвенции о гражданстве, которая является кодификацией обычных норм международного права, которые регулируют вопросы гражданства, то там указано, что государства имеют право не признавать национальный акт других государств касательно гражданства в случае, если эти акты нарушают существующее, действующее международное право. В действующем международном праве есть и запрет на применение силы и угрозы силы. В действующем международном праве есть принцип невмешательства во внутренние дела и так далее. И с точки зрения международного права этот указ также должен считаться ничтожным, поскольку он нарушает основные принципы современного международного права, а также нормы международного гуманитарного права, которые применяются во время вооруженных конфликтов. Да, но здесь есть еще другая сторона медали, то что Россия как страна-агрессор, наоборот, международное право считает ничтожным. Но по сути это проявляется в действиях. Смотрите, какой момент. Можно предположить, что какая-то часть, не зная насколько эта часть будет велика, людей, которые живут на оккупированной территории, они все-таки согласятся взять это российское гражданство для того, чтобы в какой-то безопасности себя почувствовать, плюс социальные выплаты и так далее. И тут есть заявление от Пенсионного фонда Российской Федерации, там заявили, что нет, нет, не все, только жители Ордло, которые вступят в гражданство РФ по опрощенной процедуре, смогут получать российские пенсии только если они переедут в Россию. Если вы получаете гражданство России, но остаетесь на временно оккупированных территориях, то тогда получаете пенсию украинскую. И вот этот момент, да, если прогнозировать, во-первых, этот момент не разъясняется на самом деле людям, и они, может, не знают об этом, да, какой может быть коллапс, что какие-то люди, они получат эти паспорта, потом они разочаруются, поймут, что не получится, извините за тавтологию, получать пенсии, и а как вернуть назад? Очевидно, предусмотрена процедура выхода из российского гражданства, но, в случае, если они разочаруются, да, но уже свою роль в плане Путина они сыграют, к сожалению. То есть, таким образом, Российская Федерация хочет их использовать, и действительно, я тоже читала эту информацию о пенсионном фонде. Дело в том, что в Российской Федерации доступ к большому количеству благ связан с регистрацией места жительства, с пропиской. И, соответственно, если ты живешь за пределами Российской Федерации, и ты не имеешь в границах Российской Федерации прописки, ты многими правами своими воспользоваться не сможешь. Но я думаю, что Российская Федерация найдет способ заставить новых граждан исполнять обязанности, потому что мы понимаем, что гражданство — это не только доступ к правам, это также еще и обязанности. Хорошо. А как быть с точки зрения права, да, если мы говорим о инициативах, которые сейчас обсуждаются, о том, что Украина, в свою очередь, будет лишать пенсий и социальных выплат тех людей, которые будут получать российское гражданство. Это раз. А кое-кто предлагает и лишать тех людей и украинского гражданства, да, в ответ на такие действия. Здесь о чем мы говорим, да, вот по сути права тех людей, которые там, они уже нарушены, они уже живут под прессом на оккупированной территории. Кто-то захочет, может получить этот паспорт для того, чтобы просто, не знаю, себя защитить. А здесь вот такая еще реакция. Ну, как быть? Дело в том, что такие инициативы нарушают украинскую конституцию. Обе из этих инициатив нарушают. Потому что если мы говорим о возможности лишать пенсии, то тут явно нарушается принцип правенства всех граждан Украины. А у нас даже люди, которые имеют паспорта иностранных государств, остаются гражданами Украины. Что касается предложения лишать гражданства, то, конечно же, такие предложения не могут быть реализованы. Потому что, по той простой причине, что у нас лишение гражданства как санкция за что-либо, у нас запрещено Конституцией. Если мы говорим о процедуре утраты, то есть, которая у нас существует в законе Украины о гражданстве, то, на мой взгляд, она не может быть применена, потому что ее можно использовать в случае, если имело место добровольное приобретение гражданства иностранного государства. В контексте вооруженного конфликта, на мой взгляд, никакой добровольности речи идти не может. Кроме того, в международном праве действует принцип «ex en juria use non oritur», то есть нарушение права не должно порождать каких-либо правовых последствий. И об этом заявил украинский МИД. То есть у нас есть позиция, что мы не признаем эти приобретения российского гражданства, поэтому никаких правовых последствий для украинского гражданства они не должны иметь. Соответствующая норма есть в украинском законодательстве касательно Крыма. То есть автоматическое принудительное приобретение российского гражданства не признается Украиной и не является основанием для утраты украинского гражданства. На мой взгляд, по аналогии, тоже положение должно применяться по отношению к украинцам из Ордло. Ну да, как было с Олегом Сенцовым. То есть, по сути, ему просто вручили, навязали и принудили к этому гражданству. Хорошо, напоследок, если мы говорим о правовых последствиях, какое самое главное правовые последствия для Украины, для России в частности, мы получим после того, как уже пойдет процесс выдачи этих паспортов? Если мы говорим о юридической стороне дела, то Российская Федерация, очевидно, рассчитывает на то, что она с помощью этого трюка сможет потом оправдывать свою гуманитарную интервенцию в соответствующие районы Восточной Украины. Что касается Украины, то так как Украина признает эти указы недействительными, поэтому они, с одной стороны, не будут иметь никаких правовых последствий для внутреннего права Украины, а с другой стороны, Украина получит дополнительный аргумент для того, чтобы продолжать, ну, скажем так, продолжать доказывать нарушение Российской Федерации международного права. Да, в международных судах. Спасибо вам за этот разговор. Я напомню, что гость ей программы «Лицом к лицу» была кандидат юридических наук, исследовательница международно-правых проблем гражданства Ольга Поединок, Я, Христина, с вами прощаюсь, но вы оставайтесь в ЕТВ, потому что именно здесь найдете информацию о самых важных и самых интересных событиях, происходящих в Украине.